всем привет мои хорошие с вами светлана сегодня у нас интересные покупочки в айлбери сезон итак поехали первое что пришло это у нас с вами вот такой отбеливатель изи клин сейчас распакую посмотрим и здесь у нас в составе тоже наш с вами любимый перкарбонат натрия будем изучать будем применять здесь килограмм смотрите нам здесь пишут что хватает на 101 применение упаковка из зим замком так без хлора не вызывает аллергии для детских вещей разводить будем как всегда в горячей воде у нас с вами как раз состав состав это стопроцентный натрий перкарбонат гранулированный вся информация интересная ну что мы хорошие сейчас мы будем тестировать пятого водитель или клин что один под применение на самом деле очень много способов применения мы сейчас с вами попробуем несколько расскажу на чем в каждом доме всегда есть что почистить чтобы чистить и какие пятна вывести это несомненно он у нас наиболее эффективность среди конкурентов здесь у нас максимальная концентрация активного кислорода выводит самые застарелые пятна это уже проверено сто процентов а если они прям совсем застарелы несколько лет пятна можно оставлять в замочке на ночь подходит для цветной белой одежды то есть с цветными тканями он не делает абсолютно ничего тоже уже проверено налет убирает на кухонной посуде на всех поверхностях с ковров мы с вами тоже проверили идеально убирать пятна даже пластилин ювелирные изделия тоже чистили грибок плесень вот кстати сейчас будем проверять можно использовать как усилитель стирки добавлять да по ложечке без хлора не портит ткань не вызывает аллергии безопасен для детей это тоже уже проверено то есть никаких запахов там резких и так далее нет я подготовила уже таз кипячу воду и сейчас мы с вами будем чистить отсек от стиральной машины к сожалению когда чистишь саму стиральную машину вот этот отсек он не вычищается смотрите какая здесь гадость и она все равно скапливается несмотря на то что я сюда порошок и гели для стирки никогда не наливаю пользуюсь в основном порошком плесень она чаще всего появляется именно от гелеобразных текстур да и я пользуюсь порошком 99 процентов случаях но сюда наливаю кондиционер да и вот такая вот гадость образуется получается от кондиционера периодически а когда чищу машинку этот отсек он не чистится поэтому все равно надо вытаскивать вынимать и чистить отдельно что у меня дальше дальше я хочу здесь привести в порядок то что мне очень нравится смотрите какая гадость здесь скопилось для чистки овощей вот эту вот штуку мы ее тоже сюда будем бросать пока не будем потому что нам сначала нужно средства развести есть у меня такая удобная ложечка от мультиварки смотрите вот здесь тоже забивается это тоже неудобно чистить я не люблю вот позиция очищать вот эти вот всякие места неудобно не люблю зачем когда есть средства которые все отъезд потом от бутылочек вот тоже забивается вот туда вообще подлезть туда даже ватная палочка не прорезает я вот это дело все не люблю поэтому положил все отъела всполоснул все экономим свое время экономим ресурсы и так далее вот тут вот все забивается вот это я Я тоже сейчас пластик положу. Так же, как и соски от бутылок крестюшных. Здесь вот в овентовских сосках тоже эти отсеки, которые приходится вычищать очень долго. Поэтому нет, я буду делать так. Дальше я возьму второй нетазик, может быть, тарелочку, какую-нибудь такую мисочку глубокую. Мы будем с вами тряпочки кухонные приводить в порядок. Здесь очень много пятен. Вот это полотенце вообще не пойму, что с ним дети сделали. Это, наверное, фломастеры. Они вытирали или краски, или гуашь, или что. Представляете, какая прелесть на полотенце. Будем это все дело замачивать. В пакетик здесь есть инструкция и мерная ложечка. И у нас с вами производитель рекомендует при сильных загрязнениях одну пять мерных ложек на литр воды. То есть, если у нас прям что-то такое, ну вообще жесть, какие-то пятна, там, допустим, мазут или еще что-то, да, мы кладем побольше на литр воды. А если вот такие вещи мы очищаем, да, вот такие, я думаю, здесь достаточно минимально. То есть, одна ложка на литр воды, этого вполне хватит. Ложечка выглядит вот так. И здесь у нас, по-моему, 25 миллилитров, то есть полная ложечка. Расход у средства небольшой, здесь целый килограмм. Выглядит вот так, гранулированный порошочек. Я насыплю сюда, пожалуй, три, потому что будет много воды, чтобы отсек погрузился. Воды нужно налить много, потому что он высокий. Даже четыре, наверное, насыплю. Вот так. И теперь заливаем кипяток. Прошла такая песня, всегда найдется, чтобы очистить. У нас еще будут ручки от плиты. Вот так они выглядят. Последний раз чистила в декабре. Прошло три месяца, все равно к ним все налипает. И вот так они выглядят. Поэтому они у нас тоже пойдут сюда. Выливаем кипяток. Идет реакция. Еще. Вот так. В момент выделения активного кислорода мы погружаем то, что нам надо почистить. Не хватает, Вали, сейчас буду еще подливать. Погружаем. Закидываем. Ручки. Так, все закинули. Все вроде что хотели, все закинули. И подливаю еще водичкой. Все бурлит и пузырится. Все равно не покрывает, потому что таз еще такой у меня неудобный. Поэтому мы с вами сделаем. Вот так. Мы его перевернем. Вот, все, теперь погрузился. Отлично. Для замочки наших тряпочек-полотенечков я насыплю, пожалуй, две ложечки. Этого будет достаточно. И будем наливать кипяток. Уже можно видеть, как грязь всплывает на поверхность. Все быстро отъедает. Что хочу сделать еще? Есть вот такой противень, на котором много нагара. Я его уже чистила. Ну, без усердия. Я вам уже говорила, я не люблю вот эти всякие танцы с бубнами. И на нем остался вот такой налет. Я прям буду делать это сейчас на раковине. Высыпем столовочку и добавим немножко воды. Вылила воду и пошла реакция. Прям немножко. Вскипятила воды. Я уже вижу, как грязь всплывает. Посмотрим, пусть он у нас так постоит. Самый наглядный пример. В некоторых местах еще идет реакция. А так уже, мне кажется, можно споласкивать, но пусть постоит подольше. Выливаем воду теперь в чашечку, где будем замачивать полотенчики. Вот так реакция тоже пошла. Теперь сразу опускаем. Я вот такой деревянной лопаточкой все это дело делаю. Сейчас будет выходить за края. Так и знала, надо было брать побольше. Как раз на столе сейчас еще и замочится это дело все у меня. Смотрите, какая реакция. Все, реакция успокоилась. Наши тряпочки все замочены. Они постоят у нас подольше. Если с пластиковым все отходит практически моментально, я сюда набросала вообще всего, чего только нужно. Половник вот этой стороной теперь. Смотрите, давайте посмотрим отсек для машинки. Прошло всего 15 минут. Опачки. Вот так. Я хочу его уже вытащить, чтобы у меня все остальное помогло получше. Мы с вами сейчас его протрем. И вот эти два маленьких пятнышка они вообще с легкостью отойдут, я уверена. Так. Вот так. Да, все отходит. Идеально чистый отсек. Все отлично. Так, вот тут еще сейчас тряпочкой. Сейчас его сполосну. И все готово. Нигде никакого налета. Все идеально чистое. Меня раньше очень бесило вот в этой трубочке чистить. И вот здесь по периметру тонкие места это очень тяжело. И вот в этой трубочке тоже туда залезать и все это прочистить. А скапливается именно там. Это очень тяжело. Поэтому теперь наш идеально чистый. Всего 15 минут, слушайте. Наш идеально чистый контейнер. Для старой машины можно ставить на место. Чуть сюда кружку засунула. И смотрю, она тоже уже чистая. В кружке уже 100 лет. Она у меня на работе прожила 15 лет. Вот теперь думаю. Вот тут вокруг ручек было грязно. И на дне было грязно. Ну, налет такой прям уже виднелся. Все чистое тоже можно доставать. Я думаю, что и под бутылочек уже тоже все чисто. Вот видите, как беленько, чисто, идеально сейчас только сполоснуть. И ручки от плиты уже беленькие. Так что я, наверное, все вытаскиваю. Сейчас оставлю еще вот эти поплавать. И думаю, что остальные кружки тоже замочу. Сейчас покажу вам. Кстати, смотрите. Вот. Вот про что я говорю. Да, вот такое вот случается. Сейчас этого не будет. Теперь хочу посмотреть, что с противенью. Давайте аккуратненько выльем. О, видите? Так. Включаем воду. И губочкой. О, и отходит столько здорово. Так. Смотрите. Все отходит. Очень великолепно. Ну, давайте посмотрим с вами ложечки. Я уже все кружки закинула. Замочиться. Вот. Здесь все отъела. Смотрите, потрясающе. Сейчас надо откопать овощерезку, овощечистку. Копала. И уже гораздо лучше. Пусть еще лежит. Тереть ничего не хочу. Средства и так скравятся. Влекла всю посуду. Она сияет. Просто сияет. Знаете, что понравилось? На что обратила внимание? Рисунок на кружках нигде абсолютно не повредился. Нигде вообще. Ни на кружках из масс-маркетов, ни на кружках Фаберлик. Нигде не повредился. Вот такие кружки вообще хорошо так чистить. Потому что на них не видно, они темные. Внутри налет какой-то качает кофе. А так все. Ты знаешь, что все идеально. Вот она овощечистка. Сполоснула. Шикарно. И паломчик мой любимый. Все. Сполоснула. Все отъела. Все великолепно. Замечательно. На полотенце, которое у нас было с вами синим от чего-то. Слушайте, все отлично уже тоже. Вот оно. Все отлично. Я не вижу пятна. Замечательно. Все. Кидаем на обычную стирку. И все. И все отлично. Здорово. На тряпочках тоже не вижу. Ой, тут все горячее. Не вижу никаких пятнышек. Все отъела. Если пятновыводитель вас заинтересовал, ссылочку оставляю. Купить его можно на Вайлдберрис. У Изи Клетт, кстати, много экологичных средств для дома. Дальше покупочки. Это у нас с вами масло Монарда. 15 миллилитров. Достаточно бюджетно. И отзывы хорошие. А мне так полюбилось средство для ногтей с маслом Монарда. Это Фаберлик, что я решила себе его прям в чистом виде приобрести. Надеюсь, конечно, он здесь в чистом виде. Давайте посмотрим. На этикетке еще есть срок годности. Он у нас с вами до июня 23-го года. Год масло годно. Из пакета уже запах такой на всю комнату. Вообще вот прям вот в таком виде уже очень сильно пахнет. Вообще масло Монарда много можно где применять. У него прям практически это всего интересно. Если интересно, можете погуглить, подсчитать. Высокая концентрация экстракта. Я беру для ногтей. Как ухаживающий продукт. Вспомогательное средство при грибковом поражении ногтей и кожи. О длительно не заживающих ранах, угревой сыпи, перхоти, сибореи. Его видали? Антимикробное противогрибковое снимает зуд. Бактерицидное подавляет рост болезнетворных микробов, грибов, мицелл и вирусы. Подходит, как и ароматерапия. В состав экстракт Монарды в скобках СО2. А при чем тут СО2? Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Флакончик с пипеточкой. Запах прям такой очень ярко выраженный. Но вроде запечатано. Да, флакончик запечатан. Это хорошо. Видите, тут пломбочки. Сейчас откроем. Такая большая пипеточка. Ой, капает. Сейчас попробую капнуть на ноготочек. Посмотрим. Оно прям такое масло масляное. Если Фаберлик впитывается быстро, там Монарды, наверное, немного. Там состав такой богатый. А это прям масло. Аж вот на ногти капнуло и по рукам распределяю, но еще не впитывается. Ну и не надо. Как бы я брала его за действие, за лечебный эффект. Надо попробовать как-нибудь еще его поприменять. Смотрите, в ароматерапии можно. Запах, кстати, приятный. Знаете, такой цветочно-зеленый. Вот какие-то растения, какие-то травы плюс цветочки. Он приятный. Достаточно приятный. Так, поехали дальше. Дальше взяла вот такие леггинсы-крестюшки 300 с чем-то рублей. Совсем дешево на весну. Две штуки на вырост взяла 104 размер. Еще девчонки писали, что маломерит. За 300 с чем-то рублей пара леггинсов, это здорово. Так, 80 хлопок, 15 полиамид, 5 эластан. Сейчас посмотрим. Они выглядят приятные. Такая расцветочка самая приятная у них была. Но действительно, на вырост они прям 104 большие. Я бы не сказала, что они так маломерят. Большие. Но аккуратненькие, хлопковые такие хорошенькие леггинсы. Тоненькие. На лето, на весну, на лето. Вот такие тоненькие. Козий эндварм. Информация, они леггинсы между собой, кстати, скреплены. Расцветочка приятная. Там какие-то в горошек были, в точку. Я такое не люблю. А вот это вот, ну, побегать на улице такая расцветка приятная. Рисунок, кстати, набивной. Не знаю, как будет вести себя после стирки. Но в отзывах ничего такого не видела. То есть, когда трогаешь, он такой немножко шершавый. Вот. А так они прям длинные, слушайте. Мне кажется, у меня крестюшки где-то вот такие сейчас ноги. Но леггинсы можно подвернуть. Надо смотреть. Главное, чтобы в обхвате было нормально. Но до весны еще долго. До весны еще долго. Поэтому еще подрастем. Успеем подрасти. Этикеточка тут какая-то у нас. Надо их все оторвать. Они обычно всегда колятся. Так. И дальше очень интересная покупка, которую мы сейчас с вами сразу протестируем. Девчонки в Телеграм просили. И вообще очень интересно. Кушон за 90 с чем-то рублей. От Зазу мы брали такие с вами патчи. Ну, обычные патчи. Чудеса никакие не делают. Патчи как патчи. Вот. А здесь у них вышел кушон. Кушон 90 с чем-то рублей, девчонки. Но это Китай у нас с вами. Поэтому прям очень интересно попробовать. Запечатанный пришел. Ничего по-русски нету. Судя по всему. Сейчас будем открывать. Везде его прям так рекламируют. Во всяких чатах. Прям интересно. Что у нас с вами внутри? Мне кажется, вот даже одна эта кисть, она по идее стоит дороже. Даже пакетик от нее. И вот такая баночка квадратная. Очень интересно. Ни состава, ничего. Что-то тут у меня. А, вот состав, наверное, есть. Если нет, это не состав, по идее. Все по-китайски, короче. 20 грамм. Все. Не тестируется, наверное, на животных. Все дела. Все, как всегда, экологично. За 90 рублей просто супер-пупер. Так, открываем. Открывается поворотом. И вот эта пуховка, это просто, ну, как спонжи. Просто вот такой вот спонжик приделанной кисточки. И приделанный как-то не очень качественно, что ли. Не пойму. Надеюсь, вываливаться не будет. Посмотрим. То есть мы вот так должны промакивать. А потом в таптывающем движениями, все кушоны наносятся в таптывающими движениями, доносить на лицо. Вот эту штуку белую я вообще не могу снять. Его могу. Так. Сняла защиту. И вот как он выглядит. Он в одном оттенке, судя по всему. На кушон это вообще такое дело, которое должно подстраиваться. Давайте попробуем пальцем, чтобы общить из себя. Представить здесь ткань. Вот это вот эта ткань на ощупь. Или, знаете, тонкий такой поролон, что ли. Нажимаем. Вот как он выглядит. Интересно. Смотрите, нанесла на руку. Вот он выдавливается отсюда. Тональный крем. Это немножко, ну, не знаю, как это кушоном назвать. Я привыкла к кушону фаберлик. Что понравилось? Вот плотным слоем, пальчиком, втаптывающими движениями нанесла. Понравилось, что на руке он в поры не запал. Видите, на руке вот уже есть поры. Где нет тенака, особенно так вот хорошо видно. А где он есть, не видно. Писали, что он для жирной кожи, по-моему, идеально подходит. Посмотрим. Сейчас нанесем. У меня лицо блестит. Как раз уже полдня хожу. Без тона. И он такой вначале, как кушон АйСеул. То есть, таким вот с легким загаром, как будто. Но мне кажется, вот он потихоньку начинает с тоном кожи сравниваться, сливаться. Сейчас посмотрим. То есть, он такой, ну, вот на первый взгляд, не сказать, что для белоснежек. Так же, как и кушон фаберлик АйСеул. Но АйСеул брали у меня знакомые белоснежки. Сказали, что он идеально подстраивается. В общем, пойдемте наносить. Такая баночка легкая. Там средство, мне кажется, вообще чуть-чуть. Ну, приступим. Т-зона у меня уже блестит. То есть, вот насколько для жирной кожи подойдет, посмотрим. Потому что АйСеул подходит идеально. О, как. Красиво, главное, да? И такими же точками наносится на лицо. Видно вам, нет? Сейчас, девчонки. Таким же узором. Да, интересная вещь. Слушайте, перекрывают легкие вот такие вот недостатки, покраснение. Перекрывает. Слушайте, пойдемте с вами на естественное освещение лучше. На балкон прям не глядя. Не, ну у меня тут есть зеркало тоже. Так, смотрите. Чтобы было понагляднее все. Но так перекрывает. Это он неплохой. Таким вот образом. Ну, вот знаете, еще когда пользуешься кушоном, у них разные губочки. Да, вот у Фаберлик. Такая у этого такая. Она же в себя, вот эта пуховочка, губочка будет вбирать. Вообще огонь. Лишний себом с кожи. То есть поначалу оно должно быть все достойно. А там посмотрим, я еще день отхожу. И тогда расскажу вам вечером. Сейчас погулять ходим, посмотрим, как он себя поведет. Не очень удобно. Вот допустим, у меня покраснение бывает на крыльях носа. Вот здесь вот такой вот огромный. Туда залезть не очень удобно. Вообще неудобно, я бы сказал. Но так тон выравнивает. Слушайте, тон выравнивает. И вроде вот жирный, да, убирает. Неплохо. Запах монарды у меня пока. Какая-то косметическая, еле уловимая душка. Мне кажется, он меня бледнит. Вот на камеру, по крайней мере, у меня шея более загорелая, да? Да, слушайте, несмотря на то, что у него такой оттенок, он мне немножко бледнеет пока вот. Во-первых, допустим, вот веки. Такие вот узкие места не очень удобно такой здоровой штукой наносить. Но его можно тоже, в принципе, и кистью наносить. Обычно или взять поменьше пуховку. Но без разницы, мне кажется. Но мы с вами будем пробовать родным способом. И посмотрим. А так у меня пока лицо бледнее, чем шея. Сейчас в зеркало посмотрю. Слушайте, ну прям чудесно. Прям вот чудесно. Никакого жирного блеска на лице нет. Слегка подкорректировал, выровнял тон. Легкие покраснения скрыл. Он легче, чем осиул. Сам вот этот тональный крем внутри кушона, он гораздо легче. У фаберлик поплотнее. То есть фаберликовский он перекрывает гораздо лучше. Здесь совсем легкая текстура, нежная, совершенно невесомая на коже. Я его не ощущаю абсолютно. Но выравнивает тон все равно. Я приятно удивлена, что за 90 рублей в нынешнее время можно взять такой кушон. Поэтому вот просто слегка выровнять тон, если вам не нужно скрывать недостатки, если вы не ищете каких-то плотных текстур, то подойдет в поры, пока не запал. Тоже в этом плане все отлично. Никуда не запал. Морщинки не подчеркнул. Шелушение. Ну не знаю, я вообще не понимаю, что такое шелушение. Знаете, я когда только пришла в фаберлик, я не так основательно за собой ухаживала. Даже не фаберлик, а блог, когда начала вести. А когда начала, то я просто забыла, что такое шелушение. Если ты правильно очищаешь кожу, если ты ее правильно очищаешь, правильно увлажняешь, у тебя не будет никаких шелушений никогда в жизни. Поэтому если есть шелушение, убираем шелушение, а потом пользуемся любым тональным средством. И у вас просто нечего будет подчеркивать. Понимаете, значит вы ее где-то не допитываете, где-то не доочищаете. Поэтому здесь любой тональный крем ляжет плохо. Поэтому я про эту тему даже говорить больше не хочу. Это косяки как бы личностного характера. А пока все очень достойно. Все очень достойно. И скажу, что да, он скорее подстраивается, наверное, под тон кожи. И несмотря на то, что кажется таким темным, изначально нет. Вот видите, он достаточно такой светленький, в принципе, универсальный. Не розовит, не желтит на коже. То есть слегка выровнял тон. Все отлично, все замечательно. Поэтому да. И в конце дня еще покажу, расскажу, посмотрим. Мне кажется, на лето. На лето можно вот так вот легонечко где-то чпок-чпок-чпок. Все отлично. Вот на лето нормально. Потому что летом я кушоном и силу не пользуюсь. Он мне плотноват. Он мне плотноват, но и вообще летом я ничем не пользуюсь. Вот, посмотрим. Девчонки, что касается кушона, относился он очень хорошо. Лицо блестеть больше не стало. То есть все отлично, все нормально. Уже тестировала его несколько дней. Могу сказать, что я приятно удивлена, что за такие копейки такой неплохой продукт. Теперь подытожим, кому подойдет. Не знаю, как насчет жирной кожи. Не могу ничего сказать, потому что она у меня сейчас в нормальном состоянии. Редко в этой зоне поблескивает комбинированной. Летом будет жирной, посмотрим. Нормальной кожи точно подойдет. Шелушение, морщинки какие-то он ничего не подчеркивает. Но про шелушение я вам уже сказала. В поры не западал в течение дня. На лице остался в конце дня. То есть я снимала макияж мицеллярной водой, и он был на одном диске. Да, он никуда не исчез, он есть. То есть легкие несовершенства перекрывает. Если нужен плотный продукт, опять же, это не ваша история. Попробовать за 100 рублей, в общем-то, можно. Неплохо, очень даже неплохо. Так, ну все. Да, про Кушон вам сказала. На этом видео будем завершать. Ссылочки все и артикулы будут на Дзене под этим видео. И ссылочку на пятновыводитель оставляю сверху, прямо в прикрепленном комментарии. Увидите ее. Все. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.